Обращение иберокавказского движения к Евросоюзу и США. Национальности нет у животных. Звиад Гамсахурдию. Сегодня уже ни для кого не является секретом роль Евросоюза и правительства США в событиях, происшедших в Грузии 22 декабря 1991 года. Трагедии государственного переворота, поддержку Советской империи и против государственной независимости России Республики Грузия. Своим молчанием международные организации, Евросоюз и правительство США выразили свое одобрительное отношение к этому незаконному акту. Следует также отметить, что президент США Джордж Буш еще ранее открыто выступал против национального героя, к тому времени уже президента Республики Грузия, Виад Гамсахурдию, что стало известно всему миру. Это и послужило поводом тому, что никто не отозвался и не поддержал нашу страну в эти тяжелые дни. Продолжая борьбу за независимость и свободу нашей страны, президент Республики Грузия, уже находясь в изгнании в столице Республики Грузия, в своем интервью разъяснил, почему он не пользовался добрым расположением Запада. Мы стремились к проведению независимой политики и не повиновались к диктату стран Запада. Это и послужило поводом прихода власти угодного Западу, агента ЦРУ и евроамериканского империализма Эдуарда Шевардна. Запад противостоит преднамеренно национальным движениям, так как их цель уничтожения понятия нации как такового и создания единого мирового конгломерата во главе с мировым правительством проведения так называемого нового мирового порядка, который струнится к уничтожению других государств. Будь то христианская или консумбанская, и саму всячески инвалидную религию. Этими словами президент Республики Грузия, Гриад Гамсакургия, предвидит все вышеуказанное уже в 1992 году, отдастись к плану мирового империализма от имени демократии. Это касается и не все, и с операцией в странах Лиднего Востока, в период Сирии, Египта и другие. Сегодня, когда уже СССР распался, и что должно было совершиться, надо подчеркнуть одно обстоятельство, что в период так называемого советского экуменизма национальное движение грузии без помощи других государств продолжало свою борьбу. Следует дивизию отечественного экуменизма. Национальное движение Грузии всегда противостояло глобализации. Этим давало дело всем республикам бывшего СССР. Тогда еще дизидентское движение Грузии во главе со Звиадом Габсакургия и Мерабом Костава были сильнейшими в мире. Именно они являются вдохновителем этого движения. Немногим ранее, как известно, так называемая перестройка, которая была проведена Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шевагнадзе, опосредственно организаторами трагедии Грузии 9 апреля 1989 года, первый из которых был награжден Нобелевским премием за перестройку, имел цель реанимацию с Великой Европы, то есть глобализацией, что и была активно поддержана Джорджем Бушем Старшим. Как ответил президент Виад Гамсакургия, Это свершилось с прямым участием государственного секретаря США Джеймса Бейкера и благословения Джорджем Бушем. Государственная секретарь США Джорджем Бейкера открыто обратилась к бандитским премиологам, принимавших участие в Пуче 22 декабря 1991 года и призвал к свержению законной власти в Кургии. В США был прекрасный президент Виад Гамсакургия, диктатор и узора. В США состоял из криминальной мафии, бывших портах. Воденный криминальный переворот в 1991-1992 году имел единственную цель перевести в Бургию в русло так называемого происхода. Что касается последующего периода истории Бургии, когда к власти пришел председатель союза граждан Михаил Саакашвили, на всех уровнях правления государства передал власть Эдуард Чеварнаци. Им и запад для свершения своей цели дал в зеленый свет антигрузивскому здоровью. Михаил Саакашвили пришел по власти председателя. Прямо в Саакашвили, пославший Майеса и посланника российской обеи Бориса Иванова. Он в последние дни своего правления объявил войну к юзинскому народу. В этом году в Саакашвили были заключены в тюрьме, обывая сроки сберки и прорывы. Америки смогли льгах латись. Особо жестокому преследованию подвергались люди к юзинскому народу, незаконно присутствием гражданства, пруды жителям иностранных государств. В то время, когда граждане нашей страны были оставлены в заботу, следственное существо, и жуждая различным конфессиям равной православной церкви статус. Кроме того, в декабре 2004 года, реализации Грузии, который еще в 90-х годах был представлен в Шах, в штате Иванов, и чайками Шеварднадзе, Хидошели, Берденишвили, Рамишвили, Пата Закарейшвили, Заза Шатыришвили, Зураб Киабешвили, Эмзар Генринаи и другие, и которых грозит Грузии окончательным распадом его территориальной целостности. К тому же, Михаил Саакашвили в 2004 году поручил так называемым неправительственным организациям в кратчайший срок представить ему проект федерализации Грузии, что и сего без зазрения совести доходится до рассмотрения в так называемом парламенте. Это свидетельствует о том, что политика Эдуарда Шеварднадзе остается неизменной. Такая антигоносударственная политика придела к усилению исконно грузинского населения в грузинской земле, в то время как гражданам других стран присваивается статус двойного гражданства, когда около двух миллионов людей нашей страны являются беженцами. Это все произошло в связи с политикой Эдуардом Шеварднадзе. Сегодня самое тревожное для гражданского населения, это то, что из разных стран Запада, в том числе из США, приезжают так называемые эксперты и поддерживают так называемых парламентариев национального движения, которые все еще отмечают, как называемые заслуги Саакашвили и вмешиваемся во внутренние дела нашей страны. На самом деле, впервые засуществуют политикой Саакашвили в лице представителя национального движения власти пришел проклятый Саакашвили, который открыто поддерживает США и Евросоюз, и видят основания для его осуждения, для его содеянной в нашей стране. И это происходит тогда, когда в разных странах мира президенты, авторы военных переворотов, невзирая на их возраст, заключены и несут ответственность за это. К этому напомним, что в 1991 году в Москве на конференции был подписан договор 38 европейскими странами, который категорически запрещал свержение законной власти путем переворота, «Исходя из всего вышеизложенного, мы закончим наше обращение к вам своими словами президента Республики Грузии Звиада Гамсахурдия. Мы, дорогие соотечественники, стоим лицом к лицу с сатаной, драконом, с этим планетарным зверем, антихристом, или же мы победим его силой и мощью святого Георгия, или этот космический дракон поглотит нашу историческую судьбу и сможет растоптать его. Вот национальное движение, говорит он, и в маске национального движения идет антихрист, идет ворава и идет проклятие. Требуем осудить и выдворить грузинофоба, террориста Эдуарда Шеварднадзе, юридически оформившего отчуждение грузинских земель и вместе с ним совершившего геноцид грузинского народа, врага нашей страны, республики Грузия, Михаила Саакашвили, пока не переполнилась чаша терпения грузинского народа. В противном случае вся ответственность за ожидаемые и последующие события возлагаются на вас. Председатель правления Иберокавказского движения Бесо Бесарен Микава, пресс-служба Иберокавказского движения Нана Кахьяни, Тбилиси, 15 декабря 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова